Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня об искусственном и разумном, и о умном и электронном. Человечество будет больше денег тратить на искусственный интеллект. Такой вывод сделали аналитики из компании IDC. По их прогнозу, мировые расходы на системы искусственного интеллекта вырастут с 85 миллиардов долларов в 2021 году до более чем 200 миллиардов долларов в 2025. Аналитики предсказывают, что каждый год мировые расходы на все связанное с этой технологией будут увеличиваться примерно на четверть. Розничная торговля и банковское дело — две отрасли, которые будут больше всего тратить на искусственный интеллект в ближайшие пять лет. Компании будут интересовать в основном решения для улучшения качества работы с клиентами за счет автоматизированного обслуживания и механизмов рекомендаций. Банковской отрасли искусственный интеллект нужен в качестве предсказателя возможных рисков и для распознавания всевозможных угроз и мошенничества. Поиском кратеров на Марсе займется искусственный интеллект. Ведь на определение аномалий на поверхности планеты у него уходит всего несколько секунд. Для этой работы используется метод сравнения снимков, сделанных в разное время. Такие кадры предоставляет спутник Mars Reconnaissance Orbiter. Он регулярно фотографирует поверхность Красной планеты. Искусственный интеллект на анализ одной фотографии и нахождение ранее неизвестных кратеров тратит пять секунд. Для сравнения группа людей, чтобы убедиться, что они ничего не пропустили, анализируют такую фотографию в среднем 40 минут. Топография Марса и данные о новых кратерах нужны для планирования новых исследовательских миссий на Красную планету. С одной стороны, места, куда часто попадают метеориты не самые лучшие. С другой стороны, свежие кратеры — интересные места для исследования. Больше умных часов. За последний год, согласно отчету аналитической компании Counterpoint Research, этот сегмент рынка умных устройств вырос на 27%. Такой темп связан с большим интересом клиентов, в основном к самым дешевым устройствам, которые стоят не больше 100 долларов. Их рыночная доля по сравнению с 2020 годом увеличилась на 547%. В лидерах — Samsung, Garmin и яблочные устройства. Пользователи любят умные часы, которые из поколения в поколение дают нам все больше возможностей заботиться не только о своем состоянии, но и о здоровье. Заглянуть внутрь клетки и расшифровать генетический код плода. Такая методика уже используется во многих странах, и в том числе в нашей. Но раньше беременным женщинам из северных регионов для проведения инвазивной пренатальной диагностики приходилось ездить в столицу. Теперь сложное и технологичное исследование доступно жительницам Павлодара. Молекулярно-цитогенетическое исследование с использованием ДНК-зондов проводят, если надо выявить хромосомные патологии у плода, то есть так называемые генетические заболевания. Дорогостоящая процедура доступна в рамках ОСМС. Нам поставили очень дорогое оборудование для фиш-лаборатории. Сюда входит ламинарный шкаф, морозильная камера, СО2-инкубатор и, конечно, наш микроскоп, то есть станция, на которой мы производим фиш-диагностику. Биоматериал загружают в центрифугу и получают осадок. Затем добавляют реагенты и ставят в термостат. Это даёт возможность буквально расплести ДНК. Программа по фиш-диагностике выводит данные на монитора, анализирует их уже цитогенетика. Программа кариотипирования помогает специалисту составить группы хромосом, распределить их по парам, обработать и выявить отклонения в кариотипе, то есть узнать, есть ли вероятность, что у будущего ребёнка появятся генетические заболевания. Это весьма точное и качественное молекулярное исследование. Проф straps Варь Серьез